на протяжении наверное 10 программ каждый новый герой говорил нам что у него есть или натальная карта или какой-то астрологический прогноз или в конце концов нумерологическая карта так вот я как скептик считаю что человеку это совсем не нужно но сегодня переубедить меня постарается ирина кремчук эта программа честное слово и я маруси загорска данные которые вам даны от рождения и которые дают вам определенные характеристики которыми вам жить но мне достаточно сильная матрица единственное чего мне там не хватает этой энергии перегруженный сектор долг заставлял меня постоянно делать очень многое изо всех как будто бы тебе ставят какой-то диагноз что вот ты такой у вас написано что мне сильный голос у меня не сильно у человека может быть очень сильная логика чем выше логика тем больше скептицизма человека наша методика ненумерология она не дает каких-то вот решение это все-таки не эзотерические знания то есть это не предсказание не гадание по планетам на кофейной гуще зачем человеку у которого и так все хорошо зачем ему еще нужна какая-то карта увериться в своем решении или стабилизировать свою внутреннюю тревогу какую-то я смогу я добьюсь я достигну и привет добрый день давай будем с тобой на ты потому что мы давно уже знакомы сейчас ты нумеролог и вот главное и наверное первое что я хотела узнать как ты сама для себя решила что там пройдя путь через несколько профессий вот за то время что мы знакомы я видела как ты в нескольких профессиях пытаешься реализоваться почему ты в итоге выбрала эту если обратиться к моей матрице у меня очень сильная логика и память и она настолько беспокойная что наверное в этих цифрах я нашла какое-то успокоение для своего разума полезную работу так скажем ну и в целом это достаточно интересно узнать себя узнать своих близких посмотреть в каких направлениях можно с ними найти более плотный контакт расскажи немножко той системе в которой ты работаешь вообще направление называется статистический психоанализ или не нумерология то есть тот анализ которым занимаемся мы в школе не нумерологии это все таки не эзотерические знания то есть это не предсказание не гадание по планетам на кофейной гуще то есть это анализ миллионов и миллионов матриц которые подтверждены исследованиями на которых основывались все заключение педагога нашего просто это цифровой портрет человека вот данные которые вам даны от рождения которые дают вам определенные характеристики с которыми вам жить с которыми можно работать чтобы добиться наилучших результатов но вот смотри получается что у человека который родился допустим со мной в один день и в один год у нас с ним одинаковые портреты цифровые то есть мы с ним похоже на набор матриц набор ваших реакций на события в жизни может быть одинаков но развитие ваших судеб вашей жизни будет разным в зависимости от того в какой среде выросли то есть на матрицу влияет матрица наших родителей братьев и сестер пока мы маленькие в зрелом возрасте это матрица наших детей и супругов то есть среда в которой находимся мы постоянно она меняется соответственно меняется наша матрица подстраиваясь под окружение то есть человек выросший например в тепличных условиях может быть с абсолютно ослаблен а человек рожденный в этот же день без родителей или попав какую-то сложную ситуацию по-другому полностью перестраивает свой характер свою манеру поведения и будет соответственно по-другому я скажу честно почему я скептический и негативно отношусь к разного рода вот этим вот тестированием и типированием людей мне кажется что это своего рода перекладывание ответственности себя на свой тип ну то есть как будто бы тебе ставят какой-то диагноз что вот ты такой и ты с этим диагнозом можешь там смириться или там наоборот бороться когда ты в это не углубляешься то ты должен нести сам ответственность за себя и сам как-то свою жизнь строить вот ты как считаешь мне кажется пару люди настолько запутываются сами в себе не понимают куда вот дальше идти или почему его бесит какие-то мелочи которые на которые другие люди могут не обратить внимание абсолютно и вот такие методики порой наверно все-таки помогают разобраться в себе помогают найти какой-то вектор развития то есть наша методика неномерологии она не дает каких-то вот решений что раз как красная таблетка и у тебя там озарение и ты побежал в любом случае это работа над собой когда человек долго идет по течению да и приходит в какой-то тупик ну наверное любая какая-то вот попытка найти правду найти себя будет плюсом чем оставаться вот в трясине бытия так скажем по моим ощущениям ни один метод даже со самые эффективные не может по-настоящему решить проблему пока человек сам это не возьмется вот ты сама дала ответ на свой вопрос потому что на самом деле любой метод какой бы ни был мы тоже в своем это не даю много рекомендаций но уже зависит от человека будет он ими пользоваться или нет то есть есть возможность где-то что-то подкорректировать если видишь какой-то например ступор почему конфликты с партнером могут быть да у нас есть такие понятия как тип восприятия то есть он делится на два типа одному типу нужны постоянные благодарности спасибо 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 миллион раз услышать а другому нужно сказать что вот только он мог сделать так круто идеально и порой не знаю даже ну так вроде бы ничего особенного но порой знаю какую-то такую мелочь ты просто чуть-чуть меняешь отношения поведения и видишь как меняется в ответ партнер я на своем муже даже могу сказать я пока не погрузилась на нумерологию не понимала у него характер получается второго типа который очень любит благодарности две единицы и насколько в нем это ярко стало сейчас проявляться я бы раньше сроду не подумала он ты меня мало хвалишь я вот там машины помыл я молодец молодец и вот насколько это все взаимосвязано и влияет на человека прям очень сильно заметно ну что ты вот когда начала это изучать что ты лично внедрила там своей семьей что ты увидела результат но лично для себя я стала внедрять делегирование полномочий потому что моя гиперответственность и перегруженный сектор долг заставлял меня постоянно делать очень многое изо всех за детей за мужа там подумал что-то что-то хотя у меня энергии вот ноль в матрице я достаточно мне очень часто хочется полениться но из-за того что вот надо 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 бежишь и делаешь вот начинаю учиться делегировать чтобы делали другие себе выделять больше времени на отдохнуть внедрила получается я планинг и регулярные занятия спортом который также энергию накапливают в пустых секторах ты как-то когда свою матрицу увидела ты как-то отнеслась к этому как но мне достаточно сильная матрица единственное чего мне там не хватает этой энергии чтобы реализовать все свои желания и потребности так скажем я нумерологию изучала постепенно то есть просто попав однажды на страничку эльги в instagram начала читать 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 погружаться потом заказала у нее разбор матриц на всю семью посмотрела насколько объективно очень много совпадений которые я видела в своей семье и в окружающих потом прошла одну школу сейчас я пошла уже на следующий поток учиться в обновленную школу как вообще ты интегрируешь вот это вот все в современную жизнь потому что мне кажется что это все как-то уже устарела и и не очень бьется с тем как мы сейчас живем ну вот на самом деле то матрица да в те матрицы которые очень занимаемся их ольга перцева основатель этого метода собирает уже 15 лет то есть за основу для своей методики она взяла только квадрат характеристики все подбирались уже в современных реалиях то есть помимо того что есть характеристика каждого сектора разработаны определенные коды которые в сочетании секторов дают еще дополнительные трактовки тенденции то есть из того что было миллион и миллионы лет назад как ты говоришь долго долго времени назад взят только сам квадрат за основу все остальное подбиралась уже и набиралась в современном мире а если человек вот узнал свою матрицу и он категорически не согласен ну во первых суть в том что у каждого сектора есть много проявлений но не все эти проявления могут быть в одном человеке например возьмем сектор здоровья да если этот сектор очень сильный то у человека чаще всего высокий рост сильный сильный голос крепкое здоровье считается долгожительство агрессия но у одного человека может быть например только два каких-то направления выразиться из этого всего но я как правило когда делаю расшифровку матрицы прописываю все возможные варианты которые есть да и некоторые бывает что человек говорит вот у вас написано что мне сильный голос а у меня не сильный но ты смотришь что у него четверки грубо говоря есть и энергии нету которая могла бы дать эту силу голоса например то есть сектор они все равно взаимосвязаны и влияют друг на друга либо у человека может быть очень сильная логика и чем выше логика тем больше скептицизма человека то есть чтобы ему во что-то поверить ему нужно чтобы мы 555 рассказали чтобы он сам это все перепроверил только тогда возможно он согласится с тем что вы ему сказали ведь это мой это видимо мой вариант потому что мне очень сложно не то что но вот мне очень сложно как-то всерьез отнестись к разного рода типированию хотя у меня есть к этому интерес ну вот допустим у человека слабое здоровье какие рекомендации ты даешь то есть если у человека уже прописано там где-то в портрете что у него слабое здоровье то есть это все ему там не знаю тепло одеваться и не лезть в какие-то там виды спорта травматичные прекрасно ты прекрасная интуиция это просто уже выдала часть рекомендации конечно то есть если да если мне хочется но вот я вот например не хочу заниматься шашками а вот у меня слабое здоровье но я хочу не знаю идти в бокс пожалуйста но ты будешь знать что с ослабленным сектором здоровья ты будешь просто дольше восстанавливаться после травм чем человек с у кого этот сектор заполнен у кого он сильный ты можешь кататься на горных лыжах вот у меня сектор здоровья пост я пытаюсь пытаюсь кататься на горных лыжах но у меня это с трудом получается потому что я боюсь скорости потому что боюсь каких-то травм и поэтому стараюсь туда не лезть а также рекомендации обычно со слабым сектором здоровья просто диспансеризация следите чаще за своим здоровьем пейте витаминки ну а есть у тебя какая-то статистика уже по твоим клиентам что например люди у которых слабый слабый сектор там допустим здоровья что они там какой-то момент тебе сказали ой ира спасибо что вы сказали следить за своим здоровьем меня там вдруг что-то там выявилось было наоборот две или три матрицы разбирала девочкам именно у которых был сильный сектор здоровья и пишу что вам сильный сектор здоровья то не только здоровье но и агрессия в человеке который если не выплескивать наружу она разъедает человека изнутри говорю вам бы хорошо агрессивные виды спорта например как горные лыжи большой теннис боксами мне пишут боже мой я вот так давно хотела купить грушу но думала что это моя какая-то прихоть что-то глупость а это на самом деле у меня вот интуитивно мне это надо было физически спасибо большое очень приятно такие вещи слушать на самом деле кто чаще всего приходит к тебе за разборами вот такой портрет можешь составить ну исключительно обращаются пока только женщины причем они делают разбор для себя для детей для мужчин чего они хотят процентов 80 матриц которые разбирала людям просто было интересно кому-то важно было понять что вот сейчас будет менять свою сферу деятельности получится ли не получится потому что по матрице можно посмотреть предвара расположенность к определенным наукам так скажем к определенным профессиям но в основном приходят ради интереса посмотреть было ли две матрицы где были конфликты с партнерами смотрели как разбирать что рекомендовать можно чтобы наладился диалог и матрицы детей смотрят очень любят вот но вот про детей и мы конечно отдельно поговорим вот давай про партнеров что меня еще пугает во всех этих штуках это когда ты знаешь как можно человеком управлять и ты им пытаешься управлять вместо того чтобы уважать то что он отдельный человек и может там быть не согласен каких-то ситуациях с тобой но смотря опять же какая проблема в паре правда если там уважением совсем не пахнет какой бы то ни было стороны конечно смысла сильно там есть пытаться перестраивать нету но мы не даем каких-то конкретных вот волшебных фраз или ключей чего то там мы смотрим что там нас например есть игра секторов ответственности на это взаимодействие секторов долг часто бывает так что женщины наших русских селениях тащат на себя всю ответственность забирая ее у мужчины хотя по гендерным особенностям мужчина должен быть главный ведущий и так далее вот мы смотрим с чем у них все это связано и можем дать рекомендации что не бегите вперед паровоза позвольте своему мужчине решать больше каких-то задач не делайте за него то что он может делать сам кто-то говорит что сильно много обижается например на мужа и не понять за что смотришь у него сектор память крепкий который цепляется вот за каждую за каждую мелочь просто рекомендуешь перестаньте мусоль это вот в голове сами то что уже можно было отпустить простить и забыть живите сегодняшним днем то есть очень много совокупности как пазл можно собирать зависимости от запроса человека а есть какая-то этика нумеролога ну вот допустим жена тебе показывает две матрицы ты понимаешь что этим людям в одной вселенной даже находиться не рекомендуется не то что вот создавать семью они вместе живут там как-то пытаются тянуть это все как в такой ситуации вообще быть я всегда пишу матрицу честно то есть вот видишь что проблемы могут быть здесь здесь и здесь здесь чаще всего идет конфликт энергии столкновения в паре когда у обоих партнеров сильная энергия и у них начинаются конфликты каждый пытается впихнуть свою энергию в отношении с удвоенной силой просто можешь давать какие-то рекомендации относительно энергии например чтобы чаще партнеры выбирали раздельные хобби там раздельное времяпрепровождение раздельный бизнес обязательно иначе находясь вместе 24 на 7 можно просто съесть друг друга мне кажется чем более откровенно человеку преподносишь информацию тем больше пользы ему это принесет потому что написать наврать можно что угодно но если смысл в этом тогда а какая самая неожиданная реакция была на то что ты сделала кто-нибудь там говорил что все буду разводиться например слава богу такого не было еще реакции на самом деле ожидаемые которые я хотела бы до видеть когда человек читает матрицу что пишут что 95 процентов попадания вот в точку что на самом деле одна девушка написала отзыв вы говорит написали все так что я это всю жизнь пыталась прятать от людских глаз и даже от себя вывод показали я горит внутри чувствую что это прям мое про меня спасибо большое буду работать просто над этим менять отношения у нас как-то люди очень плохо работают с принятием себя допустим та же матрица это же как бы получается это же полное принятие того что например у тебя в каком-то секторе пусто у нас для такого нашего российского человека это практически ну да мы не можем с этим никак смириться потому что у нас еще на нам как вот то о чем мы говорили о нам же с детства говорили если у тебя там троечка по математике ну хотя бы четверка должна быть у приличного человека ну надо надо все силы просто вложить и как-то подтянуться а когда ты говоришь человеку особенно если он такой в советской системе взращен ты ему говоришь у вас там где-то чего-то ноль я просто понимаю какая может быть гора возмущения и и вот что делать с принятием себя каким образом вот это вот как горькую таблетку принимать матрицы или или что самое интересное то что многие люди матрицу свою перекраивают интуитивно в процессе жизни потому что ты понимаешь что ты идешь идешь в одном направлении но не идет начинаешь как-то там обруливать или менять направление менять какую-то деятельность или что-то и зачастую на самом деле пустые сектора не говорят что это плохо вот для меня например был бы пустой сектор логика это гораздо лучше чем заполненный потому что у тебя полным сектором голова не останавливается ни на минуту это постоянно анализируешь думаешь 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 что может может доводить просто до бессонницы какие-то например сектор труд пустой например говорит о том что ну не быть вам плотником вы можете это конечно делать но получится не идеально что вам бы лучше в интеллектуальную сферу то есть у каждого коэффициента есть как положительные так и отрицательные моменты я думаю они не столь критичны чтобы их опровергать и говорит что нет это не мое я не смогу и не буду вот тут тогда вернемся к детям а вот смотри разобрали значит матрицу детей мама понимает у моего сашеньки там петеньки или лешеньки значит вот тут с энергией вот так там не бы его отдать в спорта этот сашенька петенька или лешенька категорически не желает и тут получаются две силы но с одной стороны нужно уважать желание ребенка да с другой стороны ты понимаешь как ему было бы лучше вот что вы рекомендуете в таком случае делать для детей лучший всего работает пример покажи на своем примере надо в спорт не хочет идти бери идите гуляйте бегайте вместе по парку будет плюсы маме папе бабушке кто с ним будет плюс и ребенку но вообще в принципе как ты относишься к тому чтобы родители вдруг узнав какие-то там кодировки этого портрета ребенка вдруг начали там каким-то образом в его предпочтение внедряться там агрессивно чтобы что-то изменить чтобы же чтобы его жизнь улучшить приношу добро да причиняю добро да поколение наше взрослые которые мы воспитываем своих детей мы уже понимаем что давлением ничего не решить просто что либо нужно заинтересовать либо позволить ситуации развиваться максимально так как она развивается можно только направлять в определенное русло и какими-то советами это очень сложно даже для меня как для мамы я сама это понимаю и представляю как-то ты рассматривала там каких-то там бизнес партнеров своего супруга или там какие какие-то какие-то важные решения с точки зрения нумерологии чтобы понять получится или не получится например единственное что по нумерологии пыталась посмотреть бизнесе это когда мы брали новых людей на работу то есть работала с менеджером по найму персонала а что касалось каких-то крупных сделок то это чаще всего международные компании там не ограничивается одним человеком принятие решения поэтому тут матрица хоть смотри хоть не смотри тут сильно ничем не поможешь а с приемом персонала как было такое чтобы отказали человеку потому что у него восьмерка там где-нибудь не там ну это я делала для себя чтобы посмотреть какие-то моменты конечно такого не было чтобы отказывали из-за матрицы из-за чего-то там да конечно есть там определенные коды и ты понимаешь будет ли он раб лучшему работается в компании это волк-одиночка что может быть выкидать на какой-то определенный отдельный продукт либо он может работать вместе с другими совместно над реализацией какого-то продукта перфекционист ли будет ли он более четко и детально работать либо больше относится к людям которые вот душка которые могут заговорить 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 вот на этом фоне тоже делать какие-то продажи к нумерологии такое отношение или к не нумерологи да как твоем случае такое отношение немножко прохладно и потому что кажется что это какая-то такая это такая такое развлечение для домохозяек как ты думаешь какие есть перспективы и что нужно делать в том числе и вам людям которые этим занимаются чтобы вот нумерология стала чем-то таким более увесистым в пони в сознании людей вот этот вопрос очень сильно волнует и организатора создателя школы наши в россии на горит скорее всего на родине удачи не видать что нужно чуть ли не пережить за границу и там начинать популяризировать свое вот это движение потому что очень сложно людям дается принятие какой-то новой информации опять же что возможно что-то в жизни изменить в своей в том числе используя какую-то вот подобную информацию но как говорится вода камень точит все потихоньку помаленьку становится на круге своя это достаточно интересно даже с точки зрения самоопознания информации ты часто разбираешь матрицы звезд так вот расскажи нам пожалуйста вот как ты сама считаешь например откуда появляются такие такие люди как оля бузова у которых с первым с первого и даже за второго взгляда талант как бы не разглядишь но они умудряются стать суперзвездами хорошо зарабатывать и вообще покорять людские сердца вот ольга бузова и и матрицы я еще не смотрела потому что вот мои коллеги по цеху так скажем разбирали ее и вдоль и поперек я поэтому цель направлена за ним не бралась но что могу сказать из прочитанного и запомненного ольги очень характерный код бета-самки то есть это женщина которая все сама вперед паровоза поставлю цель и буду конкурировать добьюсь всего чего хочу дети рожденные после двухтысячного да что у них очень много на лейс и систем что там двухтысячный и у них очень много пустых секторов чем это поколение отличается допустим от нас и что нам с ними такими другими делать чем поколение отличается от нас это дети с ослабленным в сектором долг которые бьются в первую очередь за себя и с большой энергией с большим сектором энергии это хорошо в плане чего энергия позволяет им накапливать и получать все знания быть в современных тенденциях и течениях которые есть вокруг они это с легкостью схватывают применяют используют даже вот дети мои сейчас смотрят в какие-то программы разговаривают на таком языке который мне уже непонятен для них это они как в воде и начинает надо мной смеяться думаю господи да я же еще вроде такая молодая я же все это понимаю но оказывается что я уже не понимаю абсолютно ничего из того что у них есть сейчас единственная какая рекомендация для детей нынешнего поколения это просто учить их быть самостоятельными то чего у ты у них матрица так не хватает то есть та гиперопека которая сейчас характерна для родителей нашего возраста мы только делаем хуже до своим детям на самом деле так и есть что значит не опекать ребенка это что это значит дать ему максимальной свободы и ответственности за его собственные поступки то есть хочет двоечником быть пожалуйста да да пожалуйста да но он должен понимать какие последствия могут это повлечь наше дело рассказать показать объяснить а его дело уже делать или так или так а наше поколение у есть какие-то характерные черты вот у людей которым там 30-40 лет сейчас единственное что могу сказать что матрицы у людей этого поколения заполнены абсолютно полностью и дают очень большое количество кодов и сочетаний что люди очень разные все на самом деле нету какой-то вот определенной тенденции в основном много у всех восьмерок и девяток то есть что это наша сильная память и наша сильная ответственность перед другими даже больше чем перед собой но в этом плане нужно задать себе вопрос действительно тебе хорошо в этом состоянии есть же люди которые так делают и им от этого здорово они кайфуют зачем ломать себя если вам так удобно и нравится если вы так привыкли делать а есть люди у которых есть это гипер ответственность гипер опека и мы от этого плохо ну учитесь делегировать передавать полномочия дела тем кто с этим уже также прекрасно справиться освобождайте себя сколько сейчас стоят вообще такие услуги и как ты считаешь почему они стали так популярны вот именно в последнее время это просто дань моде или это просто доступность я почему цену проценту сначала спросила но вот вот примерно средняя цена там в барнауле на на услугу там матрицу вот такую создать и написать описание таск это какая ну вообще по школе если смотреть по россии цена идет получается от двух и до 18 тысяч то есть кто по что гораст как говорится наверное нужно все таки смотреть на город на покупательную способность населения и так далее а насчет того что почему-то стало популярными кажется это было популярным всегда просто не было настолько свободно в доступе в информационном все это вокруг почему каждый герой который к нам приходит а мы все-таки выбираем ну людей каких-то необычных харизматичных людей которые умеют сами делать выбор для я в принципе тебя позвала чтобы ты мне объяснила зачем человеку которого и так все хорошо кота у которого и так есть воля для того чтобы самостоятельно действовать зачем ему еще нужна какая-то карта по которой он который ему кто-то другой даст почему он сам себе эту карту не нарисуют мне кажется многие это делают для того чтобы увериться в своем решении или стабилизировать свою внутреннюю тревогу какую-то удостовериться в своем правильном выборе просто ради того чтобы понять что да это я смогу я добьюсь я достигну плюс каким опять же нумерологом обращаются это опять же эзотерическое какое-то течение либо вот психологическое ну насколько я поняла наши несколько наших героев они все-таки ближе вот к тому что ты делаешь это такая псих ближе к психологии да то есть это все-таки такая одно из ответвлений моды на психология ты как-то подкрепляешь вот эти свои знания какими-то базовыми знаниями из психологии из каких-то более таких наук за год работы с этой системой уже большой накапливается багаж знаний по поводу отношений людьми с окружающими с самими собой и я сама тоже работала с психологами долгое время опять же по личным своим инициативам и начинаешь все равно понимать отношения человека каким-то к проблемам к состояниям можешь уже дать какой-то свой даже личный совет а это замена психологии ну то есть если у человека есть какой-то затык нет абсолютно нет есть даже многие моменты по матрицам когда советуешь человеку непосредственно обратиться к психологу который может ему помочь решить проблему например вот опять же с сильной памятью когда человек не может отпустить какую-то проблему не может найти силы в себе там простить за что-то человека что выговариваться нужно уметь а у нас люди очень любят говорить чаще всего все носят в себе в себе в себе в конечном итоге получается такой снежный ком который в силу разгрести только профессионалу я знаешь сейчас подумала по поводу того что когда-то к тебе обращались чтобы ты сказала в какую дату классно было бы родить ребенка чтобы как ты это за прогрессе еще не обращались но многие девушки со школы целенаправленно вот на этом специализируются когда у девушки есть период определенный когда можно сделать кесарево сечение то подбирают дату когда это сделает лучше чтобы ребенок обладал теми или иными характеристиками и какие характеристики родители хотят увидеть в ребенке ко мне не обращались я не могу сказать кто что кто-то может быть хочет получить идеального спортсмена кто-то хочет получить инженера-технолога кто-то хочет чтобы ребенок умел что-то делать руками хорошо женщины которые решаются на такой шаг это их личный выбор как они будут потом общаться со своим ребенком это уже будет лежать на их душе а специалист он может рассчитать определенный набор матриц сказать вот в этот день будет сильные такие-то качества этот день такие вот такие то есть не нумеролог не делает не ничего сверхъестественного или предосудительного он просто расшифровывает ряд матриц которые бы получила мама придя сказав вот у меня ребенок родился тогда-то посчитайте а как уже воспользуется будущая мамочка этим знанием это уже ее право и раз спасибо большое ирина вы говорили что вы немножко посмотрели матрица маруси больше всего я обратила внимание на то что у маши число судьбы 5 одно из непростых чисел так скажем потому что чтобы человек жил в гармонии в спокойствии с собой нужно реализовать несколько факторов 3 это постоянно новые знакомства и общение с новыми людьми это перемещение как можно чаще и больше и некоторая доля ух слова вылетела из головы не агрессии ходить чуть-чуть по острию ножа адреналинчик адреналинчик должен и мне кажется вот маруся очень здорово все эти сочетает качество в себе потому что постоянно окружает себя новыми людьми новыми диалогами то есть съемочный процесс это тоже не всегда ровно и гладко есть какие-то моменты которые заставляют немножко вздрогнуть и перемещение также присутствует и вот радует то что люди зачастую многие интуитивно проживают свою матрицу ты скептически относишься к каким-то вещам потом ты думаешь вот этот человек он мягко говоря очень неглупый но он же почему-то использует этот инструмент в какой-то момент я думаю ну вот гармония наступила вот она гармония то но вот она давай 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 чувствую чувствую она вот идет прям вот но как бы пошла вокруг меня а я тут сижу я просто понимаю что вот вот в этом для меня гармонии нету то есть очень сложно достигать гармонии когда ты едешь на горящем велосипеде как бы им и жонглируешь но это и есть жизнь